Близится к концу 2020-й. По крайней мере, уж очень хочется, чтобы он скорее завершился. Пожалуй, самый сложный год для всего человечества. Как в физическом, так и эмоциональном плане, так и с финансовой стороны. Колоссальные изменения произошли во всех секторах экономики, охватив при этом практически большинство стран. Цены на нефть упали до минусовой отметки. Пострадал малый и средний бизнес. Вырос уровень безработицы. И это еще, судя по всему, не конец. Уже сейчас зарубежные аналитики обещают беспрецедентное падение экономики за всю послевоенную историю. Это Актуально. Здравствуйте. Пандемия коронавируса отбросила мир в развитии на 20 лет назад, говорят эксперты. Распространяющаяся зараза в течение нескольких месяцев отменила результаты, которых международные организации добивались годами. За это время число людей, живущих за чертой бедности, выросло на 7%. Эксперты не сомневаются, что ситуация может ухудшаться и подсчитывать окончательный ущерб и последствия пандемии пока еще рано. С окончанием локдауна деловая активность в тех сферах жизни, где, возможно, социальное дистанцирование резко восстановилось. Однако было бы неосмотрительно делать из этого вывод, что мировая экономика будет расти так же стремительно, как падала, и быстро вернется на докризисный уровень. Вернуться к докоронавирусным показателям реально, считают социологи и экономисты, как минимум за 2-3 года. И это при условии возрождения индустрии туризма и выделения пострадавшим странам кредитов на восстановление. Щедрую руку помощи может протянуть, например, Всемирный банк. К слову, сокращение числа поездок по всему миру в среднем на 65% принесло туристической отрасли только в первом полугодии убытки в размере 460 миллиардов долларов. Единственный путь – сотрудничество, смелость. Только вместе мы сильны. Мы должны обеспечить соответствующее управление для восстановления туризма. Нам необходимо максимально использовать время, которое у нас есть для совместной работы. ООН поддерживает нас решительными действиями. Мы переживаем самый большой кризис в сфере туризма, но он будет преодолен. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мы пытаемся сказать, что с одной стороны, что может быть сделано все для того, чтобы восстановить доверие, чтобы перезапуск экономики был масштабным и сильным. Но для этого нужно представить четкие курсы помочь населению, предприятиям продвигаться вперед. Нельзя убирать бюджетную поддержку слишком рано. Она нужна, чтобы безработные смогли найти работу, а предприятия смогли перестроиться, чтобы привлечь инвестиции в инфраструктуру и энергетику. Первый наш месседж всем – не повторяйте ошибок прошлых кризисов, не убирайте резко бюджетную поддержку. Очевидно, что эпидемия коронавируса будет иметь масштабные последствия как для экономики мира, так и нашей страны. Остаются открытыми вопросы. Какие отрасли Казахстана пострадают прежде всего? Что будет со средним и малым предпринимательством? Каковы будут главные социальные последствия? Что, где и когда? Слово нашим знатокам. Это актуально. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok